В честь дня рождения города мы решили узнать у ростовчан, чего не хватает Ростова для того, чтобы он был самый лучший. Чего не хватает? Я думаю, хорошего руководителя не хватает. Что бы сказать, чтобы не посадили потом. Побольше гипермаркетов, там вот мега вот далеко, на Сашан далеко, новое что-то надо построить там, получше, ну чтобы получше было. Систему транспортную, да, нужно немножко модернизировать, как мне кажется, потому что очень тяжело с центра уехать на автобусе до западного микрорайона, до северного микрорайона тоже проблематично бывает. Договориться с водителями автобусов и сделать это государственным, муниципальным видом транспорта. Город грязный, у меня вот приезжают по работе люди из других городов, говорит, раньше был такой чистый, много зелени, сейчас мало зелени у нас. Вот по Садовой, по Ворошиловскому поубирали деревья и сажают, они не поливаются, все сохнет. Мало зелени, цветы были хотя бы в прошлом году еще, по Пушкинской. В этом году Пушкинская была некрасивая, согласны, да? Да, грязные улицы очень, вот если свернуть с главной улицы, мусора очень много, возле мусорников там тоже кошмар какой-то. Вот хотелось бы, чтобы чистые были улицы, чтобы благоустройство было для города, старались люди. И чтобы мы, если Донская столица, то она была столицей, а не просто городом, который чахнет. Новые карусели для детей. То есть недоторого. Достаточно дорого. Да, если для пенсионера, да, потому что если три ребенка у тебя, ты привел, это только одна карусель, тысяча рублей. А пенсионер получает 8 тысяч пенсии. Развлекать-то нужно внуков, да? А да, внуков-то хочется побаловать. Вот вам и разница. Я присоединяюсь к своей подруге, чтобы действительно смотрели, то есть же, помогали пенсионерам для начала. И детям, потому что им где, где им, вот парк есть, развлечение какое, качели или что-то такое. То есть, ну, чтобы можно было и заплатить, то есть мы и готовы платить, но пусть это будут нормальные цены. Вот, то есть, чтобы это было, каждый мог позволить себе многодетные дети, многодетные семьи в том числе. Ну, конечно, ну, да. Уже о льготах вообще не говорим, потому что это такое расплывчатое понятие. То есть, мы уже рассчитываем на свои силы, но хотя бы была доступна и чувствовалась забота о людях. Вот, именно о городе, о людях, которые в нем живут. Мне не хватает зелени. Больше парков зеленых. Транспорт. Летом жарко в автобусах, потому что не все автобусы комфортабельные. А что бы вы изменили в любимом городе? Пишите ответы в комментариях.